Господи, благослови! Слава Тебя, Господи, слава Тебя! Слава Тебя, Господи, слава Тебя, слава Тебя! Слава Тебя, Господи, слава Тебя, 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 слав Сына, то есть Иисуса Христа, природа побеждена, Дева родила, то есть Пресвятая в городе Дева Мария, Бог соделался человеком, а человек Богом, то есть как мы исповедуем Иисуса Христа, Бога-человека. Господь рассеял надменных, что это значит? Надменных бесов, изгнав их из душ человеческих и послав одних в бездну, а других свиней. Это если мы знаем, что из Евангелия, как Иисус Христос приходил в страну Бадаринскую, где Он из бесноватого изгнал, в котором был легион бесов, да, в стадо свиное, которое кинулось с крутизной в море и утонуло, да. Это из жизни Иисуса Христа мы знаем из Евангелия. Можно разуметь и об иудеях, которых рассеял по всякой стране, и которые и поныне в рассеянии. То есть Он как бы говорит буквальный смысл об иудеях и духовной, то есть бесов. Ну и так, и так. Не заложил сильных с престолов. Что это означает? То есть бесов, которые господствовали над людьми и в душах человеческих, имели престолы, покоясь в них. Но и фарисеи, судьи сильные, как похитители, принадлежащие бедным, и как учители, имеют престолы, с коих они не изложены. «Вознес смиренных людей или язычников, коих грех смирел, вознес их, даровав им сыноположение, подобно как и алчущих тех же самых, то есть язычников, ибо они не имели писаний, закона или заповедей, исполнил благами от писаний, а иудеев, богатящихся законом и заповедями, выслал вне Иерусалима горного и дельного, лишенными всякого блага». То есть опять вспомнил с вами словами, как это значит, Господь избрал избранный народ, иудеев, да, израильтян, и дал через Моисея им заповеди, да, здесь заповеди, законы, там и уставы, вот, и здесь поэтому он говорит, когда книжники предали Иисуса Христа, свои своего предали, да, получается они вот этот, нарушая закон, не приняв Иисуса Христа за Бога, и, как бы, они духовно изгнаны из Израиля, находятся вне города, вот, а язычники, которые обратились, когда Иисус Христос проповедовал, да, через проповедь, видя чудеса и знамения, они вот уже, как бы, этот духовный Израиль, то есть это толкует блаженок Ефилак. Ибо иудеи ныне не имеют ничего, хотя и кажутся имеющими, воспринял Израиля отрока своего, в кавычках, что это означает, здесь говорится или о чувственных израильтянах, ибо многие десятки тысяч из них уверовали, и исполнилось обетование Бога Аврааму, сказавшему ему, в кавычках, и благословятся в тебе все племена земные. Бытие, 12 глава, 3 стих, здесь, то есть он делает ссылку на то, как Бог предсказал Аврааму, что в нем благословятся все, поэтому многие израильтяне тоже спаслись, спасаются, но, как Игнатий Христос тоже толкует, что и в Откровении сказано, что остаток спасется, то есть Израиль и евреи, то есть они обратятся, уверуют в конце, да. Или говорится об Израиле духовном, тоже, ибо всяк, видящий Бога, называется Израилем, так как имя сие означает, видящий Бога, и так воспринял всех видящих Бога, возведя в небесное наследие. То есть здесь он поясняет, что язычники, вот он их как бы, уверовав в Иисуса Христа, вот его проповедь, да, они духовно вот становятся этим Израилем, небесным, да, потому что они себе вот сыну положения, то есть Господь их как бы наследниками они являются, да, дети Божьи, дети Божьи, да. Мария, то есть, представляю, Богородство Мария, да, прибыла с Елисаветой около трех месяцев, потом возвратилась. Поскольку Елисавета имела родить, то Дева удаляется ради множества имеющих собраться к рождению, ибо Деве неприлично находиться при таких обстоятельствах. А из того, что Дева возвратилась при наступлении для Елисавета времени родить, видно, что Ангел пришел к Марии в шестой месяц от зачастия предтечи. До Марии прибыла с Елисаветой около трех месяцев, вот почти девять месяцев. Здесь я хочу опять повторить, напомнить, что ранее мы читали, да, первые главы, что когда Архангел Гавриил явился к Деве Марии, и он ей возвестил, что она зачнет, да, и родится от нее Сын Божий, имя Иисуса будет названо. И также он возвестил ей, что родственница Елисавета на шестом месяце, и поэтому она пошла к ней в Нагорную страну, вот. Здесь он как раз и говорит, если она пошла, когда был шестой месяц от зачастия у Елисавета плода, да, будущего Анна Пресечи, и пробыла с ней три месяца, и когда ее рожать на девятом месяце, значит, она уже вернулась в дом свой. Вот здесь он как бы это поясняет. Далее продолжим. С 57 по 64 стихи, также Лука, 1 глава. Во имя Царственного Святого Духа. Аминь. В Елисавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседей и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарий ее. На этом мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с ним именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал защитку и написал, Иоанн им ему. И все удивились, и точат разрешили с уста его, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Здесь немножко вернусь, напомнить, что Захарий, это супруг, муж Елисаветы, правильно, да? Ему тоже явился, когда он служил, череда у него была во святой святых, да? Мы читали, он зашел, явился Архангель Гавриил, также благословала ему, что жена его Елисавета зачнет, и будучи неплодна, и родит Иоанна, да, будущего пророка. Но он не поверил его словам, и зато ангел, его, в общем, наказание было ему, что он ему, ангел говорит, ты не будешь произносить, то есть не будешь говорить до тех пор, пока не родится. Не родится сын. Не родится сын, это у Елисавета, да. И только тогда должны его устаивать. Вот здесь как раз и читаем, что когда сын родился, вот его устаивать в этот момент, то есть пророческое слово ангела сбылось. Когда, значит, родился Иоанн, Елисавета родила на 9-м месте, да, тогда и Захария, он и сказал, что Иоанн. Устал, мы разрешили. То есть он стал говорить, а до этого он был нем. Толкование блажен у себя Филакта. Дева прибыла с Елисаветой около 3-х месяцев. Быть может, потому что поржена была чудом, и нуждалась в некотором утешении, то есть чудо, потому что Елисавета была бесплодна же, да. Какое могла находиться пребывание с Елисаветой? Но когда приблизилось рождение, она удалилась. Род же грешников обыкновено несовершенно и неполно, и лучше бы для них, если бы они не рождались. Почему имя давалось после обрезания? Потому что приезжей нужно получить печать от Бога, а потом уже и человеческое имя. Иначе, обрезание означает отвержение плотских свойств, ибо никто не достоин именоваться воином Божиим и быть вписанным по имени в книге небесной, прежде чем отвергнет и отсечет плотские свойства. Елисавета говорила о имени, что имя его Иоанн, как пророчица. А может быть, Иоанн и сам назначил себе имя, ибо он сообщил матери пророчественный дар. Захария, не будучи в силах объявить им знаками, просит дощечку, и когда он относительно имени детяти оказался совершенно согласен с женой, все удивились, ибо не было сего имени враспеях, и никто не мог сказать, что бы они уговорились об этом еще прежде времени. Иоанн значит благодать Божия, поэтому и отец тотчас получил благодать и пророчествует прежде о Христе, а потом и о Сыне. Так, еще хочу раз повторить, и, значит, чтобы мы уяснили, да, то, может, я читаю всегда понятно. То есть Захария, поскольку, значит, уже он у меня разговаривал уже какое-то время, ему также дар пророческий, потому что он был праведен. Получается, что Иоанн, будущий пророк Претечи, рождается от отца и матери обоих праведников, да, и оба пророчествуют, как ее совета, когда пришла к ней Матерь будущего Иисуса Христа во плоти. Она же ей сказала, откуда мне сия, что пришла Матерь Господа моего ко мне? То есть она пророчествовала тогда, и здесь она пророчествует, называя его Иоанном. И супруг его тоже, когда он сказал имя Иоанн, в этот момент, то есть он мог произнести вслух, до этого он не мог говорить. Вот, а я немножко хочу сказать, что в свое время, ну, о себе применительной к своей жизни, здесь есть ли имя будущего пророка, значит, благодать Божия, вот, а мне тоже, когда в свое время интересовали, что значит имена, ну, где-то у меня сейчас я не смогла литературу определенную найти, я просто по памяти скажу. Те, которые со мной рядом живущие, как бы больше меня интересовал, конечно, да, вот, Евгений, благородный, Александр, защитник людей, Михаил, кто как Бог, это вот мужские имена, Владимир, владеющий миром, да, а вот Зоя, жизнь, это вот мне уже по жизни пришлось так, сколько раз приходилось, Татьяна, благоукрасительница, благоустроительница, это в переводе с одного языка, в переводе с другого, путешественница. Вот я по своей дочери знаю, сколько мы ездили, с ней я по святым местам 10 лет возила, вот ей всегда нравилось путешествовать. Я говорю, наверное, не зря вот это имя ей. То есть мы, как бы, я так интересно, в жизни моей складывается, что своему имени, Екатерина, в переводе всегда чисто, и я как бы соответствую по жизни. Но вот как там сказано, что они хотели назвать Иоанна в роду, ну, как бы, в честь кого-то, то есть, получается, своих дедов, прадедов, у нас же так уж и тоже принято. По святым местам кто называл, вот храма у нас не было, и родители мои тоже хотели назвать меня также в честь своих бабушек. Мама хотела назвать в честь Марии, но почему-то Марина морская. Я думаю, морская мне бы не подошла, потому что море я однажды в жизни своей была, всего на море, но и, что интересно, и плавать до сих пор не умею. Хотя и воды много росла, вот говорю, я бы точно не морская была. Но здесь настоял папа, он назвал в честь своей бабушки Екатерины. Вот интересно, мама когда рожала, она, значит, первый сын, второй сын, третий сын, уже хочет девочку, как же бывает, да, и я уже четвертая, и она говорит, мне сказали, приходят и говорят, дева. А я так тогда удивилась, но это мне мама сказала поздно, когда уже мне 20 с лишним было, когда я уже сама собиралась рожать первую дочку. Как-то боишься, в первый раз все интересуешься, и вот мама рассказывала о своих, и я запомнила, да, дева, интересно было, сказано, не девочка-мальчик, а как бы вот это. Но я сейчас понимаю, что это связано с целомудрием, и это так, я понимаю, Господь, это промыслительно, это было слово сказано, я рассуждая себя, вспоминаю, я думаю, это изначально было заложено внутри, во время меня, что стремление было к детству, к целомудрию, это всегда у меня было заложено, хотя я и замуж вышла, и рожала, не случилось сохранить детство, но стремление к этому было всегда. И то, что внешне чисто, это проявлялось, вот я вспомню два случая, кто-то вчера вспоминал, рассуждал, говорю, у меня было это заложено в детство, а как? Например, будучи, наверное, еще в школу я не ходила, лет пять, бывало так, что, ну, жили в деревне, если папа у нас выпьет, как говорится, по-сильному, мама у нас в охапку детей, и к подруге. Вот, ну, всякой же в жизни бывает сложно, иногда было, и она молодая, вот она, значит, была так, что мы там ночевали. В русской печи, я помню, на печке мы были, да, у нас в своей печке была, мы на печке все росли, говорю, играли на печке. Вот, я просто вспоминаю себя, размышляю, обычно мы, ну, дети-то играют сейчас, в основном сотовые, если смотришь, они все в сотовом, в разные игрушки мы, конечно, играли, но вот я вспомнила, что связано с моим именем, всегда чисто, стремление к чистоте, чисто плотности, вот, у ней, значит, на кухне был, как все многие знают, кухонный стол, выдвиженные столы и в открывающийся. И вот я открывала, и всю посуду доставала, там посуда, ну, чашки, ложки, бокалы всякие, мне давали, этот тазик с водой, тряпочку, и вот я любила мыть все, чистить. Вот я у нее там войдет в порядок. Я даже говорю, надо же, вот это, здесь вот это заложено, я говорю, соответствовала я своему имени, мне нравилось вот мыть, и даже она мне подарила чашку, чайную, с блюдцем, она дома, конечно, у меня хранилась, вот, как память, подарок. Потом еще момент такой вспомнился, пришла к нам директор садика, по какому вопросу, не знаю, я же маленько не помню, суть в том, что я могу сейчас предположить, что была весна, она пришла, мама помыл полы, положил тряпку мокрую, ну, как бы, там коврик был, наверное, тряпка тут же, она пришла, в спагах, прошла, ну, я могу только предположить, что мама сказала не разговариваться, ну, или, может, постеснялась, но факт, что она прошла, все на диван, они разговаривают, а я вижу грязные следы, ну, думаю, мама только что помыла, она тут натоптала, и я этой тряпкой ветераю, они разговаривают, а я тут ветераю, я говорю, у нас жила помощница, маленькая, да, помощница, я вам хочу сказать, и это вот заложено было, всегда чисто, стремление к чистоте, и по жизни так сложилось, что и работа моя с этим связана, и как Игнатья Тиховича говорит, вот проповедник-комиссионер, он говорит, надо работать так, стараться работать, чтобы тебя нанимали, видя твой труд и работу, я говорю, вот, я тоже так бы стараюсь, и меня сейчас тоже родительский комитет нанимает, часто генераль своей классы, учебной классы, где нужно отмыть, отгенераль, и окна, и все, я говорю, вот, то есть, имя мое соответствую, я ему, скажем так, это чисто вот буквально, внешне такой, а вот еще немножко хочу попутно заметить, как Господь и все святые слышат наши молитвы, из своей жизни, я вспоминаю, ну, уже в церкви, скажем, в храм я хожу 27 лет, вот, и это было лет 20 назад уже, когда я и читала много, я и святых отцов, и по учению, и святых, конечно, в свое время, и вот я вижу там, что, и в основном, о монашестве тоже много читала, там было написано так, что основная молитва это Иисусство, и о Евангелии, Господи, Благослови, немножко, я не закончила, там, я, вспоминая, и хотела рассказать, читала я духовные литературы, там, жития святых, и учения святых отцов, и вот, в случае просто в своей жизни рассказать, как Господь слышит наши молитвы, да, и я думаю, все святые, но поскольку по святому нас не называли, меня назвали в честь бабушки, Екатерина, и поэтому из святых, канонизировав, скажем, православной церкви, кому я молюсь, люблю и почитаю, я знаю, только учится Екатерина, вот, других к чему-то мне не приходилось, поэтому я больше ей молюсь, но был такой период, что, когда я опять вернусь, я почитала и знала, что Иисусство это сильная молитва, и я начала думать, как бы мне, вот, как бы просить Бога, что бы мне дал Господь такое, чтобы я вот, перед руками, перед глазами, было у меня, чтобы я эту молитву не забывала, чтобы ее иногда читать, вот, я думала, ну, такое, чтобы в любое время, года, чтобы независимо не от состояться ничего, это было при мне, я думаю, поезд, ну, как бы не всегда, потому что у нас то зима, то лето и разное обстоятельство, думаю, браслеты, ну, это в последнее время браслеты у нас же были, но это уже было позже, раньше, по-моему, в то время, 20 с лишним лет назад, я не знаю, может, они и не было, тогда, они, наверное, позднее появились, вот, ну, и было такое, что я пошла по своим делам, лавок у нас в городе очень много, но это лавка я захотела церковная резко, вот, я туда зашла, но я так думаю, промысел Божий, нас везде ведет, случайности не бывает, и вот я захожу и смотрю, значит, как называется, ну, понятно, на столе у них, под стеклом, почему-то обратила внимание, на витрине, кольцо с надписью, я удивилась, спрашиваю, а что это за кольцо, ну, вот, в свое время еще, они же давно, не часто сидят, ассортимент большой, на любой вкус, как говорится, и выбор, тогда они, может, только начинают, 20 с лишним лет назад, и мне вот она говорит, да, это вот поступили, вот товар, кольцо с молитвой, с Иисусовой, я так поразила, говорю, надо же, это как раз то, что мне надо, вот самое то, что я просила у Бога, ну, что мне напоминание, с собой вот ходишь, по рукам доведешь, машину, ну, что тут, окажется кольцо с молитвой, вот, я его покупаю, уже вот, ну, 20 с лишним он у меня, конечно, здесь буквы уже стерлись, потому что много лет, и, конечно, это очень удобно, не зависимо ни от каких обстоятельств, ни от какой погоды, она всегда при мне, вот, говорит, Господь услышал молитву, вот, и с чем она связана, как с Викамичей Екатериной, я читала, может, слышали многие, что и у нее такой же, когда ей спаситель явился во сне, в образе жениха, вот, и он дал ей кольцо, да, и она когда проснулась, у нее кольцо было на руке, то есть, как бы, вот, у меня отучил, и промыслительный такой вот, как бы, случай, он совсем, конечно, другой, но со спасением, я веду, со спасением души связано, напоминание, и что интересно, когда я это кольцо, я, конечно, празднирую, его подобрала, подверила, чтобы не велико, не мало было, но вскоре я заметила, что, как у нас бывает обычно, к вечеру, руки обтекают, и снять не могу, а потом я заметила, что, как-то я его немножко снимала, видать, а потом, получается, что я его снять вообще не могу, и как бы мысль такая, ну, ты же просила, чтобы тебе напоминание, вот, уже и не снимать, то есть, чтобы оно было всегда со мной, и вот, и я так и все думаю, зачем снимать-то, вот, и оно всегда со мной, и получается, что оно вообще не снимается, я уже говорю детям, даже если я умру, то и похоронить меня с ним. Не надо его ни резать, ни снимать. То есть оно все равно, даже если буквки стерлись, но я же знаю, что там молитва Иисусова, вот эта память, как Господь нас слышит, как нам помогает. Сегодня у нас еще я хотела сказать, Нина нету, да поможет ей Господь дарует здравие. Она у нас заболела, грипп, наверное, сейчас же вирус ходит, многие болеют. Нина у них приводится как сонная мечтательница. Сонная мечтательница? Да, сонная мечтательница, такой интересный имя, да? Поможет нам Господь, конечно, в соответствии своему имени, не просто имени, я бы сказала, как больше подражать своим цветам. У меня великанчистость Екатерина, она обладала очень такой мудростью, скажем, божественной мудростью, что она победила 50 мудрецов, да, когда там произошло ситязание, были собраны 50. Но у них мудрость была мирская, а у нее мудрость божественная, поэтому она их победила божественной мудростью. Да и дарует нам Господь тоже такую мудрость. Я еще хотела сказать, что сегодня у нас немножко напомнить день страшного суда. Воскресенье, да, остается неделя до строгого поста. А у меня с вчерашнего дня, я тут смотрела ролики Игната Тихоныча, и там, я так поняла, оттуда, наверное, меня запомнилась евангельская фраза, которая второй день у меня не отходит, из головы не выходит. Сказано было так, я уже вместо Евангелия точно не запомнила, только вот сами слова. Стань спящей, воскресенье из мертвых, и осветит тебя Христос. И я, когда пришла в храм, услышала день страшного суда, я говорю, тоже оно все-таки подходит к этому. Ибо они говорят, когда будет суд, и Господь, как пастырь, Он поставит стадо свое, овес по правой сторону, десною, козлов по левую, ошую, и чтобы нам быть с правой стороны. И я поэтому опять вернусь к тому, что нам нужно воскреснуть, а не спать. И физически, тут и духовно нам нужно это воскресенье. И тогда нас будет освящать Господь и просвещать. Покинам Господь. Славь тебе, Господь. Слава тебе. Славь тебе. Слава Богу за все.